Скорпиончики, приветствую вас, дорогие! Пролетела неделя, снова мы с вами вместе. Итак, давайте сделаем наш традиционный Таро прогноз на неделю. Что ждет людей под знаком Зодиака Скорпион с 15 по 21 марта? Все время одна карта хочет выпасть. Сейчас посмотрим. Скорпионы. Все хорошо. Скорпионы, дорогие, на этой неделе вы получите, во-первых, первые плоды успехов, точнее, неправильно я сказала, первые плоды своих трудов, которые вы вложили в предыдущее время. Туз-чаша – это одна из лучших карт колоды, особенно когда она выпадает на место карты, которая задает общую характеристику предстоящей недели. Эта карта говорит о том, что вас ждет прекраснейший период. В это время вы можете получать как то, что вы ожидаете, так и то, что вы совершенно не ожидаете. Но это в любом случае будут положительные перемены, положительные новости. Это могут быть материальные блага, это могут быть просто счастливые, какие-то радостные известия, которых вы ждете. Прошу прощения. В индивидуальных личных раскладах эта карта часто нам указывает на свадьбу, на долгожданную беременность, на венчание, на какое-то грандиозное, серьезное событие в жизни. Но в общем раскладе мы, конечно, не будем такое обещать. Но эта карта говорит именно о том, что это счастливый период. И очень здорово и круто, если вы проработаете свои установки и начнете принимать, принимать и принимать. И это время потока изобилия в вашу жизнь. Карта совета рекомендует быть уверенным в себе, рекомендует чувствовать, что вы достойны этого, вы достойны лучшего и большего. Знайте цену своему труду, берите на себя инициативу. Вы достойны большего, лучшего. Не разменивайтесь на мелочи, на какие-то. Делайте и выбирайте то, что вам действительно хочется. И не нужно торговаться с судьбой, соглашаясь на меньшее. Финальная карта говорит о том, что к вам могут приходить материальные блага. Эта карта говорит часто о том, что к вам могут приходить люди с просьбой денег каких-то, давать или не давать, решать, конечно, вам самим. В зависимости, наверное, от ситуации, от родства с этим человеком, от того, просят у вас деньги в долг или просто помочь. Это уж вам решать самим, как поступать с ними. Но это карта одновременно и трат таких, но это карта выбора. Это не потерь, а вашего выбора. Соответственно, вы можете сами решать, как вам распоряжаться этими деньгами. Но так как у вас период изобилия, но вообще тема долгов, она, кстати, негативная. Сейчас опять в тему денег углублюсь, хоть бы недолго рассказывать. Сама концепция долга, она несёт негативную карму за собой. Поэтому если вы деньги берёте или даёте в долг, вы формируете негативную карму. Поэтому говорят, вы сто раз тоже слышали, да, там этот совет, что давайте людям столько, сколько вы не боитесь потерять. Эта концепция, она не психологическая, она из законов Вселенной состоит. Потому что на самом деле действительно лучше давать и не ждать вообще. То есть дайте, ну лучше подарить действительно. Если человек просит сказать ему, вот даю столько-то, возвращать не нужно. Либо вообще не соглашаться на долговые обязательства. Потому что когда вы даёте человеку, когда вы ему жертвуете, вы формируете положительную карму себе. Но вы должны это сделать от чистого сердца, с широким жестом, с лёгким сердцем. Не так, что вы дали, скрипя зубами, плохо себя чувствуете и злитесь там, раздражаетесь, нервничаете. Такого быть не должно. То есть вы должны это дать и почувствовать себя хорошо. Если вы будете чувствовать себя плохо, не давайте. Если вы будете знать, что вы чувствуете себя хорошо, вы создали хорошую карму, положительную. Если вы дали в долг, вы создали отрицательную карму. У вас открывается воронка потери денег, вы будете их терять ещё. Вот так оказывается, друзья, мы об этом не знали, но теперь знаем. Поэтому с долгами у нас теперь другие отношения. Но это вам просто одна из информаций на тему денег и финансового оборота. Поэтому тут вам решать самим, это открытая карта для вас. А это всё положительное, благоприятное, берите и принимайте. Вы этого достойны и соглашайтесь на большее, как я вам уже и сказала. Поэтому такой вам посыл на эту неделю. Желаю вам удачи, пусть всё сложится наилучшим для вас образом. Побольше вам деньжат, побольше вам успехов. Всё, давайте, берите, берите, берите. И живите счастливо. Всего доброго, до новых встреч.